Привет, друзья! Мы живем в сумеречном мире, в котором кинозрителям нужен особенный довод для того, чтобы пойти в кино. Давайте с этим доводом разберемся. Тем более, что за выходные фильм Кристофера Нолана «Довод» собрал в России почти 2,5 миллиона долларов, а в мире его прокат составил почти 150 миллионов долларов. То есть в обозримом будущем фильм вполне в состоянии выйти на прибыль, несмотря на социальную дистанцию. Итак, краткий анализ любого фильма состоит минимум из трех частей. Визуальная часть, повествовательная часть, управляющая идеей. Но в случае с фильмом Кристофера Нолана, как и все последние 20 лет, начинаем с четвертой части – инновационности. Ведь именно Кристофер Нолан внедрил в художественное кино реверсивную, то есть обратную структуру повествования в фильме «Помни». И это было не просто формальной инновацией. Реверсивная композиция позволила Кристоферу Нолану убедительно показать, насколько избирательна человеческая память. Герой, который придумал себе жесткую схему запоминания событий, сам решает, что ему забыть и в какую версию правду верить, как и все мы зачастую делаем подсознательно. В фильме «Начало» Кристофер Нолан преподнес зрителю на самом деле классическую кольцевую композицию, то есть структуру, в которой сюжет произведения возвращается к одному и тому же участку повествования, правда в несколько завуалированном виде, с тремя уровнями ложенности. В фильме «Дюнкерк» Кристофер Нолан придумал способ подать еще более классическое параллельное объяснение, то есть одновременное развитие трех разных сюжетов, только в данном случае происходящих несинхронно, так чтобы фильм было достаточно просто смотреть. Дюнкерк рассказывал три асинхронные истории, но связанные, причем не только управляющими идеями, но и временем, географией, героями и единым большим событием. В результате зритель получил не ревусь, которую нужно было разгадывать, вроде магнолия или облачного атласа, а три увлекательные истории, которые в кульминации соединялись в одну. Содержит ли подобную инновацию довод? Не до такой степени. Инверсия времени – это на самом деле идея под названием «Контрэмоция» из фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких в понедельник, начинается в субботу, которая вышла 56 лет назад и хорошо известна во всем мире. На немецком и французском она вышла 46 лет назад, на английском 43 года назад и т.д. Ситуация с визуальной частью выглядит интереснее. С одной стороны, обратный подкаст событий вместе с обратной съемкой появился вместе с кино 125 лет назад в фильме «Братьев Леньер. Разрушение стены». Но обратное движение персонажей в кадре чаще использовалось как комический специфект. В доводе Кристофер Нолан научился показывать обратные движения героев и объектов как завораживающий мистический процесс, который стал вишенкой на торте в двух эпизодах во фрипорте «Осло», до предела накалил сцену гонки по магистрали Лагне Тея в Таллине и придал совершенно эпический характер кульминационному эпизоду битвы «Стальски 12». Это, пожалуй, и есть главная инновация фильма. Что же касается драматургической композиции, то собственно Нолновская реверсивная драматургия, аналогичная драматургии фильма «Помни», которая сейчас всем мерещится в доводе, на самом деле в этой картине отсутствует. И для драматургии важно, в первую очередь, в каком порядке события происходят с точки зрения героя, так вот в фильм «Довод» мы смотрим именно в том порядке, в каком его события происходят для главного героя, он же протагонист. Так что его композиция, как ни странно, линейная, просто она осложнена тем, что время от времени мы наблюдаем в кадре параллельные события из временных петель, которые герой либо еще не прошел, либо прошел раньше. Впрочем, главное в «Доводе», как и в любом произведении, авторы которого рассчитывают на то, что об их детище останется память в поколениях, это о чем на самом деле этот фильм. Это важнейшая концепция драматургии. Любое произведение должно рассказывать о чем-то большем, чем кажется на первый взгляд. В фильме должно быть то, что мы называем «основной темой» или «управляющей идеей». Это то, о чем на самом деле кино. И начало рассказывало на самом деле о том, на какие сверхчеловеческие усилия и на какой невероятный риск можно пойти, чтобы в безнадежной ситуации присоединиться в собственной семью. А Дюнкерк о том, что высшее проявление героизма – это необязательно любой ценой победить в битве или удерживать позиции, а совсем другое – сохранить как можно больше человеческих жизней. Так вот «Довод» – это, с одной стороны, фильм о том, что нужно делать то, что должно, и будь то, что будет. И тогда герой может стать главным героем. А с другой стороны, что наивейшая ценность нормального мира – это, когда мама может спокойно и ничем не рискуя быть своим ребенком. Так что в этом смысле «Довод» – это один из самых гуманистических фильмов Кристофора Нолана. Друзья, заходите сюда почаще. Будем разбираться и в новых, и в классических фильмах, как они организованы, чем нам они дороги и о чем они рассказывают нам на киноязыке. Спасибо за внимание.